Спасибо еще раз за приглашение здесь выступить. У меня доклад тоже не научный, я не ученый. Но я хочу рассказать интересный сюжет, пролить немножко света на малоизвестные страницы экономической истории. И именно о том, что происходило в Греции в 50-е годы. Немножко затронем и 60-е. Потому что этот прецедент заслуживает того, чтобы его сравнивали с другими широко известными примерами экономических реформ, рыночных реформ, проведенных в условиях авторитарного или полуавторитарного правительства. Очень часто обсуждают Чили, Сингапур, Южную Корею, модернизацию экономики, которая происходила в Испании и Португалии в 20-м веке. Греческий случай во многом сходен с ними и заслуживает сопоставления. Существует даже понятие греческого экономического чуда. На этой диаграмме выделен отрезок с 1953 по 1973 год. И на этом историческом промежутке темпы экономического роста в Греции уступали только японским. Они составляли больше 7% в год, если мерить по ВВП. И на этом графике вы также видите диаграмму инфляции. Это такой пунктир, состоящий из точек. Вы видите, что до левой красной линии инфляция очень высокая. И после правой красной линии она тоже, вот эта самая высокая линия, взмывает вверх и там растет, падает, остается в целом больше 10% до середины 90-х годов. До уже момента, когда греки начали переходить, готовиться к переходу на евро. А посередине между ними период низкой инфляции и высокого экономического роста. Это как раз то, что мы будем сейчас обсуждать. Сначала кратко введу политический контекст. У нас уже скоро будет политическая секция конференции. Сначала это портрет человека, которого можно поставить рядом с Пиночетом, Ликван Ю, Пак Чунхи, Франко и Савазаром. Это, собственно, политический руководитель, наиболее влиятельная фигура в Греции с 1947 по 1964 год. И в том числе в судьбоносном 1953 году, когда основные решения были приняты. Какой характер имела его власть, мы поговорим чуть подробнее. Греция данного периода – это конституционная монархия, но не символическая, как в Великобритании или современной Испании, а включающая реальная полномочия короля, реальную возможность влиять на формирование правительства, на политику, которая проводится, на формирование даже парламента. А это его сын и преемник, и, собственно, последний король в греческой истории. Благодаря деятельности которого Греция перестала быть конституционной монархией. И вот тот эксперимент с относительно либеральной экономической политикой драматически завершился. Этот человек жив до сих пор, и даже вернувшись из эмиграции, он благополучно живет в Греции. А вот это глава правительства, при котором была совершена та самая реформа 1953 года, валютная либерализация и финансовая стабилизация. Он был еще до этого очень известным в Греции политическим деятелем, участник войны против Германии и Италии, как начальник генштаба. Впоследствии участник движения сопротивления и узник Дахау. Затем снова главнокомандующий в период греческой гражданской войны. А в Греции с 1946 по 1949 год была гражданская война между прокоммунистическими и антикоммунистическими силами. И он на завершающем этапе был руководителем греческой армии. И впоследствии, когда военное положение в Греции было отменено, и начались выборы снова с конкуренцией разных партий и нестабильным режимом, он очень быстро приобрел популярность и начал восприниматься широкими кругами как потенциальный спаситель Греции от беспорядков, связанных с парламентом и выборами. У него была мощная группировка из офицеров, которые хотели, чтобы он просто установил личную диктатуру, не глядя ни на парламент, ни на короля. Но он предпочел вместо этого создать собственную партию, тоже на манер Шарля де Голля, которая участвовала в выборах с 1952 года, стала правящей конституционным путем. Он получил пост премьер-министра, и вот до 1955 года за это короткое премьерство была осуществлена реформа, которую можно сравнить с западно-германскими реформами Людвига Эрхарда. А вот это человек, который более широко известен как отец греческого экономического чуда, как отец современной греческой политической системы, потому что он успел побывать премьер-министром и при конституционной монархии, которая до конца 60-х годов в Греции была, и после того, как конституционная монархия была сменена диктатурой черных полковников, хунтой, после того, как хунта пала, он из эмиграции вернулся в качестве национального лидера и учредителя нового греческого республиканского политического режима, который существует до сих пор. В нем тоже побыл премьер-министром, а впоследствии его племянник был премьер-министром Греции, то есть это основатель такой династии потомственных лидеров правоцентрических греческих партий. Ну и сейчас они уже ослабли. А это главный оппонент, который боролся против партии Папагоса и Караманлиса и выступал как левоцентрическая оппозиция. Данному курсу, причем в итоге добился успеха, побыл некоторое время премьер-министром при короле Константине, и Константин даже умер, наблюдая, как главой правительства является Георгиев Папандрео, оппозиционный политик. Правда, длилось это недолго, торжество оппозиции вопреки желанию короля, потому что когда умер Константин, его преемник, сын, молодой энергичный король быстро организовал так называемого… Павел умер, и ему на смену пришел Константин. И вот произошла в 65-м году так называемая апостасия, когда большинство левоцентристов раскололось, часть из них перешла на сторону короля, и в результате этот кабинет пал, что вызвало достаточно серьезную дестабилизацию греческой политической жизни. И вот по итогам этой дестабилизации режим Конституционной монархии был свергнут так называемой хунтой черных полковников, которые с 67-го года по 73-й год правила, король при этом оказался эмигрантом. Караманлис еще раньше, после того, как он проиграл выборы, тоже уехал в Париж. И, собственно говоря, во время правления хунты произошла эрозия той политики, которая велась с 50-х годов. Во многом это было связано и с внешними факторами. Напомним, что это период крушения Бреттон-Вудской системы, это период, когда даже в Соединенных Штатах происходит отказ от стабильной относительно денежной политики в пользу более инфляционной. И самое главное, конечно, это период внешнеполитического конфликта Греции с Турцией за Кипр, который, в свою очередь, окончившись для Греции неудачно, повлек за собой падение этого режима. Теперь поговорим о содержании экономических реформ, о том, как они происходили и какие эффекты имели. Еще один портрет одного из действующих лиц, это руководитель экономической политики в 1953-1954 годах. Он, на самом деле, в 1954 году был уже уволен из правительства. Но именно осуществленная им политика фактически сохранена была при его преемниках. И главная мера здесь – это валютная и внешнеторговая либерализация, которая была проведена буквально за один день в конце апреля 1953 года. И она состояла в том, что были отменены поначалу вообще все ограничения на обмен и вывоз валюты, а также большая часть внешнеторговых ограничений. То есть все нетарифные барьеры тогда были ликвидированы на импорт, а оставлены только пошлины, то есть таможенный тариф. Параллельно при этом была девальвирована в два раза греческая драхма. Но установившийся тогда курс сохранялся до 70-х годов. То есть пока сохранялась привязка доллара к золоту, сохранялась и привязка драхмы к золоту. Таким образом, эта мера стала началом такой 20-летней, очень жесткой денежной политики. С 1953 по 1975 год курс драхмы не менялся. То есть девальвацию довольно часто рекламируют и пропагандируют, как средство смягчить денежную политику, тем самым простимулировать то ли экспорт, то ли спрос. Это делают оппоненты ответственной антиинфляционной экономической политики. Но в данном случае мы должны понимать, что эта девальвация не имеет ничего общего с девальвацией, совершаемой из протекционистских соображений, валютного демпинга и тому подобного. Потому что она действительно была единовременной адаптацией, которую потом уже не подправляли. На этой диаграмме можно видеть, как она повлияла на объемы экспорта и импорта Греции. И тут очень интересно, что увеличилось и то, и другое, но остался дефицитным платежный баланс Греции, как был, так и до реформы, так и после реформы. И это достаточно важная иллюстрация, на самом деле, относительной незначительности такого показателя, как сальдо платежного баланса. Можно расти с положительным платежным балансом, как Германия росла после 1948 года, после внешнеторговой либерализации, а можно и с отрицательным. Просто потому, что это достаточно сложный показатель, там много разных притоков и оттоков. И для относительно бедной страны, в которой много инвестиционных возможностей и которая принимает много иностранного капитала, это очень даже естественное состояние дел. Именно такая ситуация была в Греции. Приток иностранных инвестиций был очень серьезным. Это отчасти было связано и с ролью греческой диаспоры зарубежной, и с хорошими отношениями греческого правительства с союзниками по НАТО, с Америкой и Западной Германией в первую очередь. Ну вот, чтобы этот график подтвердить такими цифрами, показывающими относительную долю экспорта в ВВП, можно увидеть, что она выросла сначала с дореформенных 5%, к 11% в 60-м году. Ну, когда мы говорим экономический рост, это звучит очень хорошо, но всегда интереснее проиллюстрировать, что именно росло. И вот на этой диаграмме можно видеть, что доля ВВП в 52-м году у промышленности было 22%, стало 25%. Это наиболее серьезный сдвиг. Больше всего росла именно греческая промышленность. Это был период индустриализации. А если поподробнее посмотреть на промышленность, то можно увидеть, что именно стало, так сказать, выявленным сравнительным преимуществом греческой экономики. Это оказалось, как ни странно, транспортное машиностроение в условиях того, что как раз импорт машин был облегчен, и действительно очень много самых разных машин, и особенно кораблей, в Грецию стало завозиться со всего мира. При этом и собственное греческое транспортное машиностроение тоже очень быстро росло. И связанные с ними отрасли, такие как металлургия, строительные материалы, добывающие. Ну а из сельскохозяйственных тоже очень интересно увидеть, что овощи, фрукты, оливковое масло, хлопок, корма для животных, все это претерпевало бум, а табак, ячмень, кукуруза, наоборот, относительно неудачно развивалась. Ну, наверное, заранее это предсказать было нельзя, и в том-то и состоит одна из таких интересных сторон либерализации внешней торговли, что сравнительные преимущества выявляются. Кроме внешнеторговых и валютных сторон экономической политики, интересно также посмотреть на то, что происходило с греческим бюджетом. Ну, понятно, что невозможно в долгосрочном периоде поддерживать стабильную покупательную способность валюты, если в стране правительство живет непосредственно. Если оно систематически тратит больше, чем получает, то оно сначала накопит долг, а потом, когда ему перестанут давать в долг, и оно не сможет его обслуживать, скорее всего произойдет срыв в инфляцию. Но вот в Греции в 50-х годах, в том же, в 53-м году, произошел переход к бездефицитному бюджету, к сбалансированному бюджету, и произошел он в основном за счет сокращения расходов. Это была достаточно жесткая и непопулярная мера, которая никогда впоследствии не получила поддержки со стороны общества на парламентских выборах. И именно здесь проявились возможности, которыми греческий авторитарный режим обладал, в отличие от демократии. Посмотрите, были сокращены, самое серьезное, это субсидии. С 52-го года по 53-й, вы видите, они сокращаются в три раза, если мерить в процентах от ВВП. Также произошло относительно снижение трансфертов, социальных пособий. И до 65-го года он оставался бездефицитным. 65-й год – это уже момент после того, как пришел к власти по Пантреу. Еще я хочу немножко сказать о том, как реагировала эта система на кризисы, испытания, потому что любая экономическая политика, она проходит испытания, когда происходит общемировой конъюнктурный спад. И вот в Греции в 58-м, в 59-м годах очень существенное влияние оказывал общемировой экономический кризис, который тогда происходил. И правительство Караманлиса, которое в это время существовало, оно в условиях спада, особенно жестко ударившего по сельскому хозяйству, ввело достаточно много регулятивов, которые в ручном, в пожарном порядке поддерживали пострадавших от кризиса и откатили, которые в том числе часть ранее принятых принципиальных решений. В частности, именно тогда в Греции была восстановлена система нетарифных ограничений на внешнюю торговлю, квот, не такая жесткая, как существовавшая непосредственно в послевоенные годы, но уже и не удивляющая никого каким-то особенным либерализмом. Кроме того, была введена еще оригинальная достаточно практика субсидирования государственных, вернее финансирования государственных инвестиций, а государственные инвестиции, к сожалению, весь этот период сохранялись и наращивались, воспринимались как благо и необходимость, либеральная политика на это не распространялась, и вот тогда для коммерческих банков было введено такое особое регулирование, их обязали каждый месяц замерять, на какую сумму у них выросли депозиты, именно приток вкладов частных, и 20% от этой суммы тратить на специальные государственные краткосрочные среднесрочные долговые обязательства, которые шли в целевой фонд, эти деньги шли в целевой фонд на финансирование строительства дорог, аэродромов и прочей инфраструктуры, которую тогда государство строило. Но надо сказать, что к этому не свилась деятельность, правительство в условиях кризиса, пара рыночных решений осуществлялась даже и тогда, и это относится в первую очередь к приватизации и к такому достаточно нейтральному и по большому счету прорыночному посредничеству правительства в трудовых конфликтах, в спорах между организованными профсоюзами и организованными судовладельцами. Зачастую во многих европейских странах эти конфликты приводили к тому, что рынок труда практически уничтожался, превращался в отчину, где профсоюзы командуют полностью по своему усмотрению, где вводят минимальную зарплату, очень высокие, всякие квоты, очень жесткие правила увольнения, найма. Но вот в Греции этого не произошло. В целом это можно считать заслугой тогдашнего кабинета, хотя если сравнить не только голубую, но и желтую половину этого экрана, еще неизвестно, что более существенно. И в общем-то я бы хотел, чтобы в связи с этим именно имена Папагаса и Маркезинеса, как авторов и исполнителей разработчиков этой реформы, имели чуть большее влияние и известность по сравнению с именем Караманлиса. Ну, заключая содержательную часть моего доклада, я хочу перечислить стороны экономической политики, в которых в Греции не было достигнуто прогресса на пути перехода к рынку, даже в этот период, даже в период рыночных реформ и греческого экономического чуда. Не было никакой либерализации на финансовых рынках, остался зарегулированным транспорт, кроме морского. Ну, по поводу авиации здесь давайте еще чуть подробнее расскажу, что имеется в виду. Эта эпоха вообще, 50-е, 60-е, 70-е годы, это время, когда в мире повсюду существовали привилегированные государственные авиаперевозчики, национальные перевозчики, которые и принадлежали государству, и жестко регулировались государством. Почти везде. Но вот в Греции в этот период, именно при Караманлисе, национальная авиакомпания была приватизирована, причем продана с аукциона вполне реального, и покупателем стал Аристотель Анасис и его холдинг, который впоследствии почти 20 лет владел этой авиакомпанией, и при нем очень сильно увеличились объемы авиаперевозок, это действительно стало крупным предприятием, хотя насчет того, насколько оно было коммерчески эффективным и рыночным, тут могут быть вопросы, потому что, во-первых, оно сохранило монопольные привилегии, это просто стало не государственное, а частное монополие, во-вторых, об этом ходили такие шутка популярная в Греции тех времен была, что для Аристотеля Анасиса флот морского судоходства – это жена, а авиация – любовница. С женой он деньги зарабатывает, а вот на любовницу авиацию тратит, потому что прибыли там он не получал. Очень много сохранилось государственных предприятий, очень много в Греции было государственных инвестиций, существовала смычка между государством и крупным бизнесом, который получал постоянно поддержку, главным образом в виде заказов, сохранялись и какие-то субсидии, и не было достигнуто никакого прогресса в том, чтобы убедить общество в полезности, благотворности этой рыночной политики. Я могу еще рассказать, каким образом, несмотря на непопулярность этого курса, удавалось раз за разом сохранять кабинеты, которые его проводили. На самом деле греческий авторитаризм был гораздо более тонким и сложным явлением, чем некоторые другие известные нам режимы. Но все равно, чем больше была демократия, тем больше угрозы этому курсу создавалось. Имеет смысл так же задаться вопросом, а почему получилось так много? Почему Греция не до того, не после того не была в числе каких-то стран, где происходят экономические чудеса, где происходят заметные рыночные реформы, а вот тут была. И я перечислил то, что, по-моему, является важными факторами. Во-первых, внешнеполитическая ориентация тогдашней Греции, союз с Соединенными Штатами, ведущими западными странами. Во-вторых, наличие диаспоры, которая была вписана в западные рыночные экономики и откликнулась на возможность инвестировать в Грецию. В-третьих, наличие только что успешно прошедших реформ в Германии экономической и во Франции политической. И само по себе сложное устройство, дуалистичность, иногда даже говорили, что там есть треугольник, король, армия и парламент, это равновеликие почти политические силы. Это все на самом деле было так устроено, что общество имело чуть больше автономии и легче могло соглашаться с той политикой, на которую даже определяющее влияние оказать не могло. Ну, я заключаю свой доклад иллюстрацией, где изображен крупнейший танкер в мире на момент постройки его. Он был построен в Германии, в Гамбурге, но принадлежал грекам и обслуживал греческую экономику и даже назван был в честь жены греческого магната Аристотеля Анасиса, которая была дочерью другого греческого судостроительного магната и в каком-то смысле символизировала бум греческого судоходства, который тогда развернулся и который до сих пор окончательно не исчез, потому что Греция, кажется, занимает сейчас пятое место в мире по числу судов, которые плавают под ее флагом, и это не пустая формальность, там действительно доля, принадлежащая настоящим грекам, греческим предпринимателям, очень высокая. У нас остается еще время на вопросы, я готов на них отвечать, может быть, вставлю еще кое-что, прошу. Спасибо большое, интересный очень доклад. Если можно, несколько подробнее о этом авторитарном треугольнике, как вы его назвали. То есть я так понимаю, что с начала проведения вот этой относительно либеральной политики удавалось сдерживать приход левых к власти до 1965 года, после чего все-таки все посыпалось. То есть пришли левые, через два года король отправляет в отставку, там полковники и так далее. Вот что работало эти 10 лет, что позволяло сдерживать переход левых и проводить либеральную политику, и все-таки почему это рухнуло? Какое-то изменение законодательства произошло? Спасибо, я очень рад был этому вопросу, потому что это как раз то, что я думал включать в предыдущую часть, и вот рад, что могу сейчас об этом поговорить. Начнем с того, что вот с 1946 по 1949 год в Греции шла гражданская война, коммунистическая партия была объявлена тогда же вне закона, и оставалась вне закона до 1974 года впоследствии. Ну, правда, военное положение отменяется уже в 1951 году, и поначалу проводятся выборы, которые достаточно похожи на обычные выборы при демократии, отличались они только тем, что по итогам не формировалось никаких стабильных кабинетов, и король через полгода назначал новые. Вот так с 1951 по 1953 год примерно 8 премьер-министров сменилось таким образом. Выборы были каждый год, они были разные, они были разные, какие-то технические, какие-то с политическими выдвиженцами, вот, и вот за это время, ну, еще было две попытки военного переворота в это время, и, ну, там, Папагос тот же лично приезжал в казарму и уговаривал офицеров там не делать военный переворот, убеждал их, что вот мы создадим партию, там, через полгода придем легально к власти. Вот все вот левоцентристские правительства тоже были в этот момент, они приходили к власти там на полгода, на три месяца, вот, то есть кабинет Папагоса, который сформировался осенью 52-го года, он был первым стабильным за долгое время, вот, и при этом это было основано на его реальной популярности, он мог, ну, как парламентский премьер править, мог бы править как военный диктатор, в каком-то смысле он, вопреки желанию короля, стал премьером, вот, но король быстро понял, что это достаточно выгодно для него, что появился сильный премьер, который проводит эффективную политику. Однако, когда Папагос умер, а он умер в 55-м году именно на должности главы правительства, вот, он успел только один раз выиграть выборы, вот, со своим греческим собранием. Собрание – это как раз халькас французского рассемблема, вот, как у де Голля. И вот, он умер, тут уже у короля появились дополнительные ресурсы, и он постарался сделать так, чтобы следующим премьером стал не кто-то видный из кабинета Папагоса, не авторитетный человек из прежнего правительства, не какой-нибудь другой генерал заслуженный, а министр строительства, вот, даже не строительства, а общественных работ, вот, этот самый Караманлес, которому тогда было меньше 40 лет, Константинов Караманлес. И вот, он изначально был таким слабым премьером, который, ну, вот, как бы уступал реальную власть королю Павлу. Но он проявил себя в дальнейшем как очень хитрый политический технолог или интриган. Вот, он выиграл последовательно три избирательных кампании, и все три по разным сценариям. Вот, и все три не очень чисто. Вот, ну, я сейчас расскажу, как именно это было, вот, как удерживала власть. Вот, эта партия, она была переименована через некоторое время после смерти Папагоса. Вот, и сразу скажу, что не использовались, например, такие, что не использовалось. Вот, не было такого, чтобы взять какого-нибудь там популярного оппозиционного кандидата и не допустить его к выбору. Вот этого они не делали. Или, например, такого, чтобы какого-нибудь крупного бизнесмена, спонсирующего оппозицию, привлечь к уголовной ответственности по сфабрикованному делу. Такого тоже не делали. Вот. Или просто отменить выборы и ввести там снова военное положение на неопределенный срок, как сделал Пиночет, например. Такого тоже не было. Более того, каждый раз применялись какие-то новые приемы. В первую избирательную кампанию. Главное, чаще всего это делалось за счет манипуляции с избирательным законодательством. В Греции того времени, ну, либералы и левоцентристы были сосредоточены больше в городах, а консервативное население, более монархическое, в сельской местности. И получалось так, что пропорциональная избирательная система, она более выгодна вот этим либералам, которые в городах, в маленьких, в небольшом количестве округов сосредоточены, а мажоритарная более выгодна консерваторам. И вот в 1955 году Караманлис при поддержке короля ввел такой избирательный закон смешанный, по которому в сельской местности выборы были мажоритарные, а в городах пропорциональные. Таким образом, консерваторы забрали себе все места от села и что-то пропорционально смогли взять себе и в городах. Ну, там, через некоторое время оппозиция это раскусила, раскритиковала и стала добиваться. Нет, даешь строго пропорциональные выборы везде, а это остальное все недемократично. Убедили. И в 1958 году уже проходят строго пропорциональные выборы, но в этот момент, во-первых, ввели высокую планку отсечения,